Интернет в нашей жизни уже давно занимает важное место и все чаще мы проводим там время, сидя в соцсетях. Ими, если верить данным исследователей, пользуются более половины жителей страны. Наверняка для многих станет неприятной новость о возможном прекращении работы одной из них в России. Речь в Фейсбуке под угрозу существования этой сети поставила неисполнение закона о персональных данных. Блюдут его специалисты Роскомнадзора, исключений ни для кого делать не собираются. Ведь персональные данные пользователей из нашей страны, иностранные компании, обязаны хранить на территории России. Если Фейсбук будет и в дальнейшем игнорировать требования, можно с ним попрощаться. Станет ли это большой потерей для россиян? Вопрос спорный. Сегодня мы решили выяснить у жителей Иркутска, какими соцсетями они пользуются чаще всего. Что они ответили, узнаете прямо сейчас. Чаще Фейсбук. Ну, более полезная, более интересная, более такая расширенная, мне кажется, для любого возраста, любого круга. Вконтакте надо было человека найти, зарегистрировалась, так сижу. Одноклассники просто тоже народа много знают. Одноклассники, все. И пенсионеры свои там. В Инстаграм можно найти практически всех людей с разных стран. Разные, когда ты их уже не видел много лет, они в Инстаграм появляются, и очень интересно. Ну, и самое главное, это звезды, лайфхаки. Вконтакте, наверное, в основном. Даже не знаю, по привычке. Сегодняшний опрос лишний раз подтвердил. У каждой возрастной категории свои предпочтения. В том числе и в выборе социальных сетей. Однако лидер все-таки наметился. Это Вконтакте. Тем не менее, какую бы социальную сеть вы не предпочитали, главное не забывать про живое общение. Алена Полоненко, Виктор Черкашин. Новости по будням.